Дело было так. Третий курс. Я переезжаю в Санкт-Петербург и начинаю искать работу. И на третьем курсе у меня были огромные сомнения, буду ли я вообще в принципе работать врачом. Поэтому я попадаю в клинику Сотникова в качестве администратора. Это была клиника начисления. Работав примерно 8-9 месяцев. Я понимаю, что нет, но все-таки я не зря учусь в ветеринарной академии. Надо попробовать себя в работе врачом, ну или хотя бы ассистентом. И как раз Александр Рожаев приходит в клинику и устраивается врачом интенсивной терапии, начинает набирать ассистентов. И пока я оказываюсь у него, я работаю еще примерно 4 месяца. И вот 4 месяца варите окончательно приводит на голову в порядок. Я понимаю, что нет, нет. Причем я точно работаю. Не буду. Как оказалось, потом, в дальнейшем, что эта мысль была все-таки ошибочна. И ушел я из ветеринарии не навсегда. Я два года позанимался чем попало по сути. Ну, разными вещами, пытаясь понять, что мне интересно. Это было и СММ, и написание каких-то статей про русский рэп. Короче, там было вообще все. И потом я уже работал в другой клинике. И вот в другой клинике пришло окончательно разочарование ветеринарии. А кем работал в другой клинике? Я начал как ассистент. И потом уже дошел до врача-ординатора. Поработал врачом-ординатором и совсем немножко поработал самостоятельным специалистом. Ну, естественно, начинающим самостоятельным специалистом. И тогда я понял, что нет, ветеринария это вообще не то. И не хочу больше продолжать. А в клинике Сотникова в данный момент я уже оказался просто потому, что я начал заниматься тем, что мне действительно нравится. Мне нравится писать. Мне нравится создавать истории. И мне нравится снимать и монтировать. Поэтому сейчас я оказался в студии в клинике Сотникова. Как это связано? Ветеринарный врач, который искал себя в этой профессии, не нашел и вдруг оказался в клинике, снова в клинике Сотникова и делает то, что ему нравится. В клинике Сотникова есть свобода, есть отсутствие бюрократии. Поэтому творческому человеку здесь, в принципе, очень хорошо. Ты приходишь сюда и говоришь, что у тебя есть идеи, и тебе говорят, окей, вот тебе все ресурсы, какие хочешь, вот, пожалуйста, тебе операторы. Да, то есть, вот, у тебя есть хорошая идея, она может быть сработает, а может быть и нет. Давай попробуем, чем ты и нет. В этих трех твоих начинаниях администратор, ассистент, то, чем ты сейчас занимаешься в медиа-отделе, были какие-то страхи? Страхи были всегда, в каждом из этих начинаний, даже, не знаю, вот сейчас они больше или были тогда. Я боялся всегда разного. Администраторам ты всегда боялся, что твоя работа приведет к конфликту клиента и врача, что твоя работа может привести к тому, что репутация клиники может ухудшиться. Когда ты работаешь ассистентом, то ты боишься, что твои косяки приведут к тому, что животное погибнет. То есть, ты ответственен уже непосредственно за жизнь. Работая сейчас в медиа-отделе, я боюсь, что я сделаю что-то очень плохо. Ну, просто это не понравится людям, это не понравится условному заказчику, что это будет не тот результат, которым можно, в принципе, гордиться. Это будет что-то проходное, что-то неинтересное. А как ты начал работать в медиа-отделе? Ты что, просто куда-то пришел и кому-то сказал, ребят, я хочу что-то снимать, писать истории? Как это было? Да, так и было. Ты просто пришел и кому-то сказал? Ну, по сути, это было примерно так. Но если грубо говорить, да, это было так. Я просто улетал из Симферополя, был в аэропорту, ждал свой рейс. У меня было примерно 2 часа свободного времени. И ты подумал, почему бы мы не ими связаться? Я подумал, почему бы не написать Сотникова? Серьезно? И ты написал Сотникова? Да, Владимир Валерьевич написал Директ. Он мне не ответил. И тогда я дружил с Денисом Сельевым. Я ему рассказал ту историю. Он сказал, я подойду к Владимиру Валерьевичу, подойду к Саше, моему руководителю в данный момент. Я им скажу, что вот, у тебя есть портфолио, да, есть такой человек, вот он хочет что-то делать. А когда ты делал вот эти вот шаги на пути, твоей работы, были ли в твоем ветеринарном окружении люди, которые говорили, не ходи в клинику Сотникова, чем-то тебя пугали, не ходи туда, потому что... Когда я уже именно в медиа-отдел шел, таких людей в принципе не было, потому что мне кажется, все ветеринары, они понимают, что медиа-отдел в клинике Сотникова это как бы флагман. Ни одной клиники нет такого медиа-отдела с таким безбашенным продакшеном, который делает вообще все. То есть вообще все, никаких рамок, ничего. Поэтому никаких не было отговорок. Почему ты хотела бы продолжить свою работу именно здесь? В первую очередь, это возможность реализовать вообще все. Это возможность расти, потому что здесь можно строить карьеру. В принципе, ты можешь расти и внутри отдела, и можешь сформировать потом в итоге какой-нибудь свой отдел. Да, придумать его и сделать его. Придумать и сделать, да. То есть у тебя нет ни потолков, ни каких-то ограничителей, ничего. Своим взглядом со стороны назови три важных отличия клиники Сотникова от других клиник. В первую очередь, это, наверное, коллектив. Именно специалисты. Такие специалисты такого уровня как клиники Сотникова их, в принципе, нигде нет. То есть это возможность... Ты придумаешь проект с интервью и взять интервью самых крутых ветеринаров в России. Это возможность работать бок о бок с такими специалистами, которых найти довольно сложно. Они все здесь в одном месте. Это, наверное, первое отличие. Второе. Пусть будет, это, конечно, масштабы. Масштабы и как результат бюджета, который может себе позволить клинике. Клиника может себе позволить содержать медиаотделы. Это уже как бы ничего себе. Клиника может позволить себе собрать студию с таким оборудованием. То есть это тоже очень круто. Третье. В принципе, непрекращающийся рост. Даже несмотря на то, что происходит вокруг, клиника растет. У клиники появляются новые помещения, например. У клиники появляется что-то новое. То есть она развивается постоянно как бизнес. Это тоже важно. Есть ребята, которые хотели бы у нас работать в разных отраслях. Ты побывал и среди администраторов, и среди ассистентов, и теперь ты в медиаотделе. Но есть ребята, которые хотели бы в разных отраслях работать, и при этом у них есть в голове какие-то стереотипы, какие-то страхи прийти к нам. Ты можешь им дать какие-то простые рекомендации? Наверное, основная рекомендация это, в принципе, не бояться. В принципе, не бояться. Потому что я знаю, что многие ребята отказываются от работы в клинике Сотникова, потому что им страшно. Они боятся прийти в клинику, увидеть себя, и ты им, например, сделаешь замечание. Они реально этого боятся. Они боятся видеть Сотникова, который случайно увидит тебя в коридоре, и как же с ним поздороваться? Да просто не боятся. И откидывают все стереотипы, которые так или иначе накопились вокруг клиники. Потому что эти стереотипы, они в большинстве своем уже неправдивы. Я не скажу, что они все неправдивы. В большинстве своем они неправдивы, клиника действительно очень сильно поменялась за то время, которое я лично ее знаю. К тому же есть возможность в клинике менять процессы вокруг себя. Если тебе что-то не нравится, ты можешь поменять это так, чтобы тебя это хотя бы устраивало. А может быть, ты даже сделаешь лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!